Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Татнефть завершила модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса Танека в Нижнекамске. Танека – это российское предприятие, созданное по инициативе правительства Республики Татарстан в 2005 году на базе Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, который стал первым масштабным проектом в нефтехимической отрасли современной России, реализованном с нуля. Нефтехимический комплекс Танека управляется холдингом Татнефть, являющимся его единственным акционером. В строительство комплекса компания Татнефть инвестировала 2,5 млрд долларов. Ввод его в эксплуатацию позволил Татнефти выйти на шестое место в списке крупнейших компаний России в сфере переработки нефти. В 2014 году Татнефть, первой из отечественных компаний, ввела в строй установку гидрокрекинга. Она позволила организовать производство современного дизельного топлива Европять и качественных автомобильных масел. Еще спустя два года на заводе Танека был внедрен комплекс замедленного коксования для получения кокса, а также легких и тяжелых газойлей. Ввод данной установки позволил Татнефть первой в России отказаться от использования мазута при производстве нефтепродуктов. При этом Танека удалось довести глубину переработки нефти до 95%. Во втором квартале 2020 года на нефтеперерабатывающем заводе Танека установили систему гидроочистки тяжелого газойли коксования. Наконец, в конце прошлого года Татнефть завершила работы по монтажу на комплексе установки очистки средних дистиллятов, которые позволят дополнительно перерабатывать 3,8 млн тонн керосина и дизеля. Благодаря ей глубина нефтепереработки на заводе Танека достигла 98%. Масштабные работы по модернизации нефтеперерабатывающего коксовеса Танека длились в течение 5 лет. В результате, благодаря им Танека увеличит почти вдвое производство дизеля самого современного экологического стандарта Евро-6 с текущих 4 до 7,6 млн тонн. Также на 30% вырастет производство авиационного керосина для самолетов. В целом, в модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса Танека компания Татнефть инвестировала 420 млрд. рублей. Особо стоит отметить, что около 95% высокотехнологичного оборудования для модернизации комплекса было поставлено российскими предприятиями. За это нам следует в очередной раз поблагодарить наших западных партнеров, вынудивших нашу страну всерьез заняться импортозамещением.